Уникальное офтальмологическое оборудование появилось в Нижневартовской детской больнице. Причем речь идет о помощи совсем маленьким пациентам, новорожденным и недоношенным малышам со всей югры. Что такое ретинальная педиатрическая камера и какие возможности появились у врачей, расскажет Наталья Дубакова. Это март месяц. Снимки глазного дна, зрители нервы, с него сосуды. Вы видите на пациенте недоношенности, сосуды дальше не растут, есть угроза ухудшения зрения. Это ребенок уже после лечения. То есть ситуация усугублялась. Это уже лазер у нас. Это в процессе лазера. То есть мы можем контролировать процесс. Теперь проследить всю динамику развития зрения у недоношенных детей врачи могут вот по таким фотографиям. Эти маленькой вортовчанке Арины Федотовой. Девочка родилась раньше положенного срока, из-за этого возникла угроза слепоты. С помощью оперативного вмешательства лазера коагуляции зрение ребенку сохранить удалось. Однако лишь центральное, боковое отсутствует. Я очень сильно боялась, как будет после наркоза, как она опять перенесет, и как бы она опять не вернулась на кислородозависимость. То есть операция прошла быстро, буквально в течение часа мне привезли ребеночка. Она уже открыла глазки, она уже кричала. То есть операция прошла очень хорошо, и вот в данный момент мы восстанавливаемся. Согласно статистике, каждый пятый младенец, рожденный раньше срока, страдает серьезным заболеванием глаз. Ретинопатии недоношенных. В Югре провести операцию и решить такую проблему могут лишь врачи офтальмологического отделения Нижневартовско-детской окружной больницы. Новое оборудование серьезно облегчает им эту работу. То оборудование, которое у нас сейчас есть, это ретинальная педиатрическая камера, RedCam 3. Она позволяет нам проводить фоторегистрацию. То есть мы делаем снимки, можем записывать видео, делать снимки. Эти снимки можем выдавать детям на руки, можем консультироваться с центрами и также проводить динамическое наблюдение. Раньше объяснить родителям суть проблемы и доказать необходимость хирургического вмешательства без наглядного примера было очень сложно делиться врачи. Сегодня каждого недоношенного ребенка весом менее двух килограмм обязательно обследуют на этом аппарате. С его помощью можно увидеть все, что происходит внутри глазного яблока. Заболевания диска, зрительного нерва, сетчатки и сосудов. Здесь фиксируется даже самое незначительное изменение. Положено быть маленькими незрелыми. Многие органы у недоношенных детей еще какое-то время должны расти и созревать. Это касается в том числе сосудов, питающих сетчатку глаза. Так и у двойняшек Леонида и Виктора из Советского района, которые родились на пять недель раньше срока. Офтальмологи тщательно контролируют развитие зрения мальчиков, новые снимки делают каждые две недели. Камера позволяет нам создать определенную базу данных. То есть у нас есть детки, мы находим малыша и смотрим. То есть мы видим, как его зовут, видим, с каким весом он родился, сколько недель родился. В дальнейшем мы можем проследить все его данные. Из-за нехватки узких специалистов в некоторых городах и районах Югры родители даже не знают о том, что их проблема может быть решена. В офтальмологическом отделении Нижневартовской клинической больницы бесплатно готовы помочь детям с нарушением зрения со всего округа. Наталья Дубакова, Рамиль Хайрулин, телекомпания Югра, Нижневартовск. Специально для программы «Больше чем новости».